Телевизор от Apple, Disney подался в изобретателя, а в Москве наконец-то запустили 4G. Привет, обидатели интернета и мобильных сетей, в эфире Дровер Шоу, наконец-то мы выходим в эфир, не в выходной день. Самое интересное о гаджетах и технологиях за неделю, поехали! Что ж, Йота-таки запустила 4G в Москве, ну то есть как запустила сеть, вроде заработала, а вот модемы получили еще не все. Во многих торговых центрах за железками выстроились толпы людей. Вспоминаются очереди за колбасой лет 30 назад, ну то есть не то, что вспоминаются, родители рассказывали. Может быть это был такой маркетинговый ход, типа за айфонами очереди и за йотой очереди, только отличие в том, что айфоны продаются, а вот модемы куда-то подевались. Так что период обмена продлили до 20 мая, но справедливости ради скажу, что до нашей редакции модемчики все-таки доехали. Еще одна классная маркетинговая идея, оставлять пользователям старые модемы. Мол, мы дарим вам новые, а эти бесполезные брелки оставьте себе, халява, сэр. Одно можно сказать точно, сети четвертого поколения в Москве быть, если йотой облажается, то с другим оператором, и это здорово. Apple выпустит собственный телевизор, и это уже практически железобетонно. На этот раз информацию слил не очередной анонимный источник, а президент компании Foxconn это та, что собирает практически все яблочные гаджеты. Но на самом деле предсказать следующий продукт Apple было несложно. Давайте смотреть, с чего начиналось возрождение компании в 2000-х. С плееров iPod. Потом были айфоны, за ними айпеды. Понимаете, к чему я клоню? Каждая новинка больше предыдущей. Что будет дальше, догадаться несложно. Ежу понятно, телевизор. По слухам, ай-ящик позволит разговаривать с друзьями при помощи технологии FaceTime, а с самим агрегатом при помощи ассистента Siri. Но я бы очень хотел, чтобы этот большой гаджет поддерживал игры из App Store. Вот тут бы Xbox и PlayStation пришлось очень туго. Ну что ж, 11 июня состоится очередная конференция Apple. Вот тогда и узнаем, суждено ли новому ITV удивить мир. Представляю, как ребята из Samsung и Philips сидят скрестив пальцы, а вдруг пронесет. Тем временем нам поступили свежие небаяны от Surfing Bird. Начнем со статьи про самых знаменитых хакеров нашего времени. Кевин Митник, Геохот, Джонатан Джеймс и другие. Далее идет оригинальная док-станция для iPhone без единого электронного элемента. А теперь обширная коллекция курьезных кадров со съемок различных фильмов. Так вот, как делали начальные титры к Звездным Войнам. Все это можно отыскать и самим при помощи сервиса surfingbird.ru, который находит все самое интересное в интернете на основе ваших предпочтений. И вновь в нашем шоу страничка патентов. Добрые присяжные из Калифорнии признали часть претензий Oracle Google. Согласившись, что поисковик таки спионерил кусочек программного кода для Android в количестве 9 строчек. Окончательная сумма штрафа пока неизвестна, но изначально Oracle просил миллиард долларов. Выходит больше 100 тысяч за строчку. Воистину золотой код получается. Ой, мы показали этот код, да? У меня нет миллиарда долларов. У тебя есть? Нет. У меня нет. Так что, дорогие программисты, пишите больше. И главное, следите за исходниками крупных компаний. Может быть, и на вашей улице будет праздник. На прошедшей конференции CTIA Wireless показали супер кошелек, в который поместится огромное количество кредиток. Устройство называется iCash Geode и представляет собой технологичный футляр для iPhone. Карточки, будь то кредитки или скидочные, заносятся в память устройства с помощью сканера и фотоаппарата. Доступ к кошельку осуществляется через iPhone-приложение, а вместо пароля используется сканер отпечатков пальцев. Для того, чтобы расплатиться одной из ваших карт в комплекте, идет программируемая карточка-шаблон, а для считывания QR-кодов используется встроенный e-ink-экран. Изобретение, конечно, любопытное, но представьте, какой раз доля открывается с такой штукой для цифровых мошенников. Время полароида давно ушло. Сейчас на пике популярности Instagram. Представляете, что получится, если смешать два этих фото-тренда? Дизайнеры из ADR Studio решили попробовать, и получился у них довольно забавный квадратный концепт, оснащенный сенсорным экраном и двумя камерами для съемки в 3D, одна из которых оборудована оптическим зумом. Но самое главное, в гаджете есть встроенный принтер, который сможет печатать фотографии с уже наложенными эффектами знаменитого сервиса. Концепт стал очень популярным в интернете, поэтому вполне возможно устройство уже готовится к производству. Компания Disney между рисованием мультиков решила удариться в исследование и представила датчик Туше, который делает практически любую поверхность сенсорной. В небольшом видеоролике показано, как дверная ручка с завидной точностью распознает прикосновения. При этом сенсоры способны определить не только количество пальцев, но и какой из них касается металла. Далее создатели показывают, что Туше способен взаимодействовать с жидкостью, диваном и даже человеческим телом. Вот этот парень как раз показывает, как управлять плеером при помощи жестов рук. Если бы сенсор попал к вам в руки, какие бы поверхности вы сделали сенсорными? Свои ответы пишите в комментариях к этому видео. Это новая рубрика на новости. Маленькие, но важные новости. В следующей версии iOS Apple откажется от использования Google Card в пользу своих. А в Финляндии открывают парк Angry Birds. Samsung представил флагман на Windows Phone Focus 2. Прям как тачка. А машины с автопилотом от Google выпустили на улице Невады. Эштон Кэтчер или Кутчер пробуется на роль Стива Джобса. Очень миленько, кстати. Все на этом. Подписывайтесь на наш канал вот по этой кнопке. Еще смотрите нас на Москве 24 в передаче «Цифра». С вами были Валерий Истишев. И Борис Веденский. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях ВКонтакте и других. Ссылки под видео. До встречи в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok